Вот это название, оно было присвоено моему выступлению, когда мы еще готовили эту конференцию. На самом деле, я бы назвал сейчас это по-другому. «Сто лет по кругу в поисках истины». Сейчас поясню, почему уже сто лет. Так, переключаю я сам, да? Ну, вопросы, которые мы имеем, ставим сами перед собой. Для чего нам нужно шире удалить первичную меланому? Что мы имеем в виду при этом? Я спрошу, местный рецидив – это предшественник диссеминации или местный рецидив – случайное событие? Думаю, что не все могут уверенно сказать свою точку зрения. А я вам отвечу. В базе данных разработчиков ТНМ-классификации, а база состоит из 50 тысяч пациентов, значит, местный рецидив бывает и в первом, и во втором случае в 50%. То есть он бывает и такой, и такой, и непонятно, какой же он. То есть десятилетняя выживаемость при местном рецидиве в соответствии с цифрами этой базы – 51%. И второй вопрос. А почему метастазы-то в лимфоузлах бывают гораздо чаще, чем местный рецидив? В чем там дело? И мы не знаем ответов на эти вопросы. Именно по этой причине мы сто лет ходим по кругу. И вот если мы посмотрим сегодня на клинические рекомендации, которые существуют в разных странах, то первые три строчки – это Англия, ее сателлиты, Америка, Австралия. А три нижние строчки – это европейские страны. Можно сказать, что везде все одинаково, кроме первой строки. Именно Англии. Только в Англии есть, значит, показания делать до трех сантиметров или точно три сантиметра. Больше нигде. А когда в 1907 году сэр Уильям Хенли предложил отступ в два дюйма, пять сантиметров, то это послужило первой рекомендацией, которая сохранялась на протяжении первых 50 лет прошлого века. И англичане, судя по всему, но это не одна причина, их на самом деле несколько, решили вновь пересмотреть, что означают сегодня вот эти рекомендации. И три года назад на европейской конференции в Гамбурге я увидел в программе вот этот доклад. Я поспешил на него. И когда я услышал, о чем там говорится, я подошел к исполнителю этого сообщения, к мисс Джейн Уилсон, познакомился с нею и попросил, чтобы она меня связала с медицинским идеологом, потому что она статист. И медицинским идеологом оказался доктор Джерри Марсден. Он главный консультант онкодраматологии в Бирмингеме. Надо сказать, что у англичан консультант означает самый, что ни на есть, первостепенный специалист. И мы с доктором Марсденом затеяли длительную переписку, потому что то, что я услышал из сказанного выступления, означало пересмотр. Означало пересмотр. Я долгие годы был пропонентом узкого иссечения. И надо сказать, что на словах он мне говорит вот примерно так, как здесь написано. Даже небольшие отличия выживаемости могут иметь клиническое значение. И мы хотим, чтобы оно не было упущено никогда. Особенно в тех случаях, где единственным и правильным на сегодняшний день методом лечения является хирургический подход. Поэтому, что они сделали? Они взяли уже существующие клинические исследования. И, что самое главное, они прибавили два, даже, по-моему, там три новых исследования, которые характеризовались совершенно другими показателями. Это очень важно и принципиально, потому что почему были получены те результаты. Второй момент, но я об этом сейчас больше скажу. Второй момент – это перефокусировка. Мы привыкли оценивать наши результаты по частоте явления. И затем сравниваем две категории групп на так называемую достоверность по критериям P-value. И это основа всей статистики, которая у нас проходит. Но есть и другие взгляды. И вот чем ценна эта работа? Тем, что она опирается, по-видимому, на разработки сэра Ричарда Пито, который был очень известным статистом в Великобритании. И работал в прошлом веке, очень интенсивно занимался разработкой прогностических таблиц при туберкулезе, других заболеваниях. Но в конечном итоге это все пригодилось, и это может быть использовано где угодно. Смысл заключается в другом. Это определить, как распределяются вероятности, а потом уже делать на основе этого какие-то те или иные статистические данные, выводы. А теперь вот я хочу обратить внимание, почему англичане вновь обратились к этой теме. А здесь, что очень важно, вот более интенсивный цвет – это исследования, ограниченные ранней формой меланомы. Вот они, они старые исследования. А более светлый свет – это исследования ограниченные, вернее, не ограниченные уже. А там находятся пациенты, которых мы, например, в России имеем гораздо больше, чем они имеют там на Западе. То есть за последние, там сколько, с четвертого года, за последние там 11 лет получается крупное исследование, почти 1000 пациентов. Второе крупное исследование, вот оно, 11-й год, тоже без малого 1000 пациентов. То есть появляются новые данные, а самое главное – меняется структура пациентов. Если раньше все исследования в основном вычисляли, есть или нет преимущества у пациентов, у которых принципиально хороший прогноз, то здесь совершенно другая ситуация. И что дальше? А вот, пожалуйста, что предлагается теперь? Теперь предлагается увидеть размер эффекта. Вот такой термин есть – размер эффекта. Он основан на двух показателях. На относительном риске, но это известно, как он вычисляется, это несложно, и на доверительных интервалах. Значит, относительный риск – это такая модель, когда говорится, постулируется, что если единица будет стоять в основании, то это равная вероятность, одинаковость. Одинаковость узкого и сечения и широкого и сечения. А доверительные интервалы позволяют видеть, как распределяется практически каждый человек, вошедший в это исследование, и где лежит его личный конкретный результат или же взнос, вброс, конечный результат. И мы здесь видим, что вот на примере рецидивов как местных, так и в лимфатические узлы, метаанализ смещен в пользу широкого и сечения. Он смещается ровно на 10%. 1.10 означает прибавка в 10% в правую сторону. Это не есть достоверность, это есть тенденция, но тем не менее она существует, и она просматривается нами очень неплохо. Мы это видим. А так, дальше общая выживаемость. Здесь немножко меньше, менее наглядно. Здесь 7% смещаемости, но опять же в пользу широкого и сечения. Опять же в пользу. А вот там, где меланомоспецифическая выживаемость, где высчитывается абсолютно только исход, исход, связанный с заболеванием, да, здесь картина более яркая. 16% перевеса в пользу широкого и сечения перед и сечением узким. И это даже достоверно. Это даже достоверно. Ну и что вы думаете, будет ли как-то, исходя вот из этих данных, какой-то пересмотр? Не думаю. Я не думаю, что западные рекомендации будут это пересматривать. Почему? Потому что в их руках находятся пациенты с ранней диагностированной болезнью. И фактически то, что было известно вот до этого исследования, для тех стран ничего не меняет. И никто не будет пересматривать. А мы с вами можем и задуматься. И вот еще, что я хотел бы вам показать. Вот если говорить о вероятностях, если говорить о вероятностях и результатах этого исследования, то вот моделирование позволяет видеть, что относительный риск при его увеличении в сторону там 1 и больше, означает, ведь вот вероятность 1,0 вот она, а наши пациенты, они все смещены вправо, означает, что только 8% остается без риска здесь, а 92% находится в зоне риска. И это очень хорошо и наглядно видно. Но и что из этого всего можно, в общем-то, куда пофилософствовать, да? Во-первых, сказать, что значение П, которого мы так с наслаждением привыкли на него обращать внимание, оно не всегда требует такого уж доверия к самому себе, да? И в нашем конкретном случае совершенно не говорит о том, что отступы одинаковы по своей эффективности. А вот размер эффекта – это очень важное обстоятельство, указывающее на вектор, куда это все плывет по-настоящему, да? И определение рисков – это очень и очень важная вещь. Почему? Потому что риски могут быть одинаковыми, допустим, 10% риска для тонкой меланомы означает 1% на выживаемости. 10% риска для меланомы толщиной 4 мм означает 5% разницы в выживаемости. Вот что такое риски и как они моделируются. Это совершенно не статическая вещь. И теперь, наконец, ведь когда планируется исследование, исследователь закладывает какую-то разницу, какую он должен получить. Но ни в одном исследовании по отступам с меланомой не было заложено, а какая должна быть разница в пользу какого-то метода. А почему не было? А потому что это исходно стоит на платформе, а мы знаем, что так будет, мы знаем, что будет одинаково. Поэтому и не закладывается, поэтому и не знают, а сколько же нужно пациентов, чтобы доказать это. А их нужно гораздо больше, чем было в этих исследованиях, даже максимальных по своему количеству. И даже в одном из исследований, вот в американском исследовании, там совершенно очевидно, что использование даже критерий Пи показывало почти достоверность. Почти достоверность. Но вот принято так, нет 0,05, значит все, мы этому не верим. А 0,05 что это такое? Это 95% истины. А 0,07 это 93% истины. Сильно 93% отличается от 95%? Да нет. Но в одном случае признается, а в другом случае не признается. Так мы чему должны верить? Вероятности события по вот нашим обычным статистическим взглядам? Или же у нас должна быть какая-то другая логика? И что вообще мы должны теперь с этим делать? Значит, я еще раз говорю, в западном мире никто ничего менять не будет. А вот в разговоре с Джерри Марсденом он сказал мне, было бы очень интересно, конечно, провести клиническое исследование примерно такого дизайна. 1 см отступа, 2 см отступа и 3 см отступа. И в основном возможно сделать его на категориях пациентов, которые имеют большую толщину, чем 2 мм. Потому что именно вот новые исследования послужили основой тому, что оказывается не все так просто в этом вопросе. Мы не знаем, почему там есть ли контоминация, нет ли контоминации, будет ли из контоминантной клетки метастаз. Мы этого ничего не знаем. Это невозможно доказать. Или же только косвенные данные говорят о том, что это может быть. И это может влиять особенно на меланомоспецифическую выживаемость. И вот жалко, здесь нет Алексея Степановича. Потому что когда я начал и сказал, что я был пропонентом, он мне говорил, нельзя в наших условиях говорить, давайте делать узкие отступы, потому что у нас пациенты с первично распространенным процессом, даже если это выглядит в виде одного сантиметрового образования, это все равно распространенный процесс, потому что средняя толщина опухоли 5 и более миллиметров. Поэтому мы всегда с нашими пациентами находимся в зонах риска. И вот мы сейчас организовали нашу ассоциацию, и вот здесь на плакате вы видите, какие там группы существуют. Мы обязательно пойдем по пути того, чтобы прийти к проведению какого-то клинического и хирургического исследования по этой теме. На этом я заканчиваю. Спасибо. Спасибо, Лев Владимирович. Спасибо за интересный доклад. Пожалуйста, кому угодно вопросы.